МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Диалог власти и бизнеса. Необходимость единого налога для индивидуальных предпринимателей обсудили в областном центре. Украл телефон и скрылся. Гродно устанавливает личность подозреваемого в совершении кражи. Насущные проблемы и пути их решения. На очередных прямых телефонных линиях в центре внимания были вопросы трудоустройства и благоустройства территории. Дресс-код, спортивный костюм, кроссовки и хорошее настроение. Забег общественного объединения «Ранфуфан» прошел Гродно. Последний путь Александра Курловича. В Гродно простились с легендой мировой тяжелой атлетики и олимпийской гордостью области. В Гродно простились с двукратным олимпийским чемпионом Александром Курловичем. О смерти 56-летнего спортсмена стало известно еще в пятницу. Сильного духом мужчину подвело сердце. Проводить земляка, друга, коллегу, близкого и родного человека и знаменитого чемпиона собрались в Гродно люди со всей страны. Подробнее в следующем материале. Вереница людей еще задолго до начала прощальной церемонии. Сотни знакомых, коллег, учеников, родных и близких со всей страны. Сдерживать слезы могут только единицы. Уход олимпийского чемпиона Александра Курловича настолько неожиданный и внезапный, что сознать и принять эту утрату сейчас невозможно. Он выдержал все жизненные спортивные испытания, завоевал многочисленные медали, но главными для Александра Николаевича, да и всей страны, стали два золота на Олимпиаде. Тяжелая атлетика – спорт далеко не самый легкий, но с таким характером и выдержкой, которые были у именитого спортсмена, другой ему бы банально был неинтересен и слишком прост. Это подтверждают и те 12 мировых рекордов, которые ему удалось установить. К сожалению, сердце легенды мировой тяжелой атлетики, в свое время выдерживающей нечеловеческой запредельной нагрузки, сейчас дало сбой. Долгие годы гродинский спортсмен был и остается лицом белорусской и советской тяжелой атлетики. Найти хоть одного, кто бы мог составить ему конкуренцию, невозможно. Да и есть ли они. Даже после окончания спортивной карьеры он не ушел в сторону от спорта, а наоборот, все свои силы направил на отстаивание интересов белорусского спорта, в частности, тяжелой атлетики на мировом уровне. Мы очень много потеряли, потеряли ту поддержку, ту связь, благодаря которой у нас в основном и было с международной федерацией. Благодаря этому у нас прошли очень крупные мероприятия по тяжелой атлетике. Я сейчас вспоминаю чемпионат Европы, который проходил в Минске, чемпионаты мира среди юниоров, которые это во многом заслуга Александра Николаевича. Он смог донести частичку этого олимпийского духа, духа спортивной борьбы, крупных международных соревнований до деток. В нем, как по Чехову, было красиво все. И внешность, и душа, и мысли. В один голос говорят его друзья. Гродинец Александр Курлович был и остается навсегда кумиром всех тяжелоатлетов. Тех, кто начинает свой путь в большом спорте, и тех, кто уже добился больших высот. И каждый из них мечтает взять все лучшее. Упорство, терпение, желание быть первым на пьедестале от олимпийской гордости страны Александра Николаевича Курловича. Саша медленно, уверенно развивался, он совершенствовался. В нем была заложена вся лучшая система нашего спорта, чтобы последователь не сразу делать рекорды, что в один день пришел и победил. Это для сказок, для кино. А он каждый день, каждый месяц, он поднимал. И в конечном итоге получили чемпиона. Он всю свою жизнь боролся. Сначала за право быть лучшим спортсменом страны и всего мира. Потом за права белорусского спорта в этом мире. И можно смело говорить, что со своей миссией на земле он справился на отлично. Собственно, иначе Александра Николаевича быть и не могло. Но близкие, родные, коллеги и все, кто знал именитого Гродница, уверены, даже там, на небесах, он займет самую высокую ступень. Яна Мельниченко, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Еженедельный телефонный интерактив с исполнительной властью. Уже не первый год возможность для граждан быть услышанными там, где это особенно нужно. Звонят с вопросами различного характера, начиная от глобальных с предложениями о внесении радикальных изменений в законодательство до очень мелких бытовых проблем, которые, между тем, серьезно могут осложнять жизнь простых людей. Так, в эту субботу одна из Гродненок пожаловалась на засилье ворон вблизи улицы Лицкой в областном центре. Там находится военное кладбище и вековые деревья, которые там растут, стали излюбленным пристанищем этих беспокойных птиц. В Гродненском городском исполкоме женщину заверили, что без внимания ее вопрос не оставят, и в ближайшие дни он будет решен. Лишение такого рода проблемы лежит в компетенции сразу двух инстанций – природоохраны и отдела по чрезвычайным ситуациям. Впрочем, не только докучливая фауна, но и вполне уже привычные вопросы о помощи в трудоустройстве, а также проблемы дорог звучали в минувшую субботу на прямых телефонных линиях. Поступает обращение граждан по разным сферам жизнедеятельности города, интересует людей и вопросы трудоустройства. Некоторых беспокоят вороны, которые в большом количестве мешают жизнедеятельности людей. То есть специфика вопросов очень многогранна. По всем вопросам и обращениям граждан, которые мы получили, конечно же, будут приняты оперативные меры, и в полной мере все обращения будут удовлетворены. Малое и среднее предпринимательство в развитии. Формат торговли и услуг региона в перспективе обсудили на экспертном заседании в Гродно. Разговор с участием представителей госорганов и бизнеса, в том числе региональных площадок, велся о принятии единого налога с индивидуальных предпринимателей. Более детально рассматривалась и соответствующая документация в отношении бизнеса. Встреча в подобном расширенном формате состоялась в Гродно впервые. Пока в общественно-консультативный совет по развитию предпринимательства при Гродненском областном исполнительном комитете входит несколько рабочих групп по вопросам торговли, производства и услуг. Поступило предложение укропнить совет еще двумя рабочими группами по бизнесу, для раскрепощения деловой инициативы и туризму, принимая во внимание безвизовый режим Гродно. Сегодня у нас как раз собраны две рабочие группы в сфере торговли, в сфере услуг. Кроме того, приглашены представители. Регионы нам представили активных участников для обсуждения со стороны индивидуальных предпринимателей. По итогам 2017 года в Гродненской области насчитывается более 24 тысяч индивидуальных предпринимателей. Порядка 45% от общего числа являются плательщиками единого налога. Решение, принятое после обсуждения проекта единого налога, будет передано на рассмотрение сессии Совета депутатов. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает личность подозреваемого в совершении кражи. На складе предприятия по улице Горького был похищен мобильный телефон серого цвета. Он принадлежал работнице предприятия. По факту кражи Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. В целях установления подозреваемого следователи осмотрели место происшествия. Допрошены потерпевшие работницы предприятия и иные граждане. Изъяты записи камер видеонаблюдения. С учетом анализа всей поступившей информации, обоснованные подозрения в совершении преступления пали на молодого мужчину, который ранее заходил на предприятие с целью реализации с рук косметики. На вид мужчине 35-37 лет, рост 165-170 сантиметров. Худощавого телосложения. Был одет в короткую куртку темного цвета. При себе имел сумку на ремне темного цвета с белыми надписями. Если вы узнали подозреваемого и располагаете какой-либо информацией о нем, следователи просят сообщить в милицию или по телефонам, которые вы видите на своих экранах. В пятницу вечером гродненцы ликовали. Хоккейный Неман второй год подряд и в седьмой раз в истории стал чемпионом Беларуси. Противостояние с принципиальным соперником Минской юностью получилось жарким. Предпоследняя игра, где Неман уступил противнику в домашнем матче, заставила болельщиков поволноваться. Однако гродненцы характером и рвением к победе оказались сильнее. И уступая поначалу в финальном матче две шайбы, собрались, забили три гола и снова стали обладателями кубка. Эмоции уже несколько утихли, хоккеисты отправились на заслуженные каникулы и в ближайших планах команды пока только отдых. Главный тренер Немана Сергей Пушков подчеркнул, что сезон был непростым. И ожидания всех, и соперников, и болельщиков, были в отношении команды очень высокими. Когда ты завоешь первый, ты идешь к какой-то цели определенной, и все еще не смотрят на тебя, как на чемпиона. А когда ты уже защищаешь свой титул, то на тебя готовятся все команды, потому что всегда приятно обыграть чемпиона. Поэтому с удвоенной энергией играют команды против чемпионов. Поэтому всегда так и говорится, что второй раз это всегда сложнее, потому что немножко специальные к тебе отношения других команд. Подробнее обо всех секретах сезона, о финальной серии и планах на будущий сезон в интервью у главного тренера Сергея Пушкова в программе «По-мужски». Смотрите сегодня в 21.30 на телеканале Гродно+. Чтобы отметить День здоровья, который во всем мире проходил 7 апреля, гродницы решили выйти на массовую пробежку и не прогадали. Общественное объединение «Ранфофан» организовало массовый старт в урочище Пышки в минувшие выходные. Чтобы граждане провели свой теплый весенний выходной в компании активных и здоровых людей. Что из этого получилось в материале нашей съемочной группы. Молодая мама Анны Верховодкины на спортивном празднике привлекала всеобщее внимание. Яркая, энергичная, одним своим видом она заряжала окружающих хорошим настроением. На руках младшая дочка Алиса. И именно такой компании Анна намерена бежать стометровую дистанцию забега. На вопрос о том, где найти силы на активный отдых с двумя маленькими детьми на руках, Анна признается, все получается само собой. Главное – желание. Мама, каждая знает, что силы просто берутся изнутри, от любви к своим деткам. Здоровье – это классно, спорт – это здорово. Поэтому я считаю, что вот этот праздник, эти все мероприятия деткам только, ну, как сказать, воспитывают в правильном русле. Поэтому всех мам приглашаем, ждем. Тут очень здорово, весело, много мамочек, много деток. Всем понравится. Спортивный праздник в урочище Пышки в областном центре получился ярким. Организаторы постарались максимально абстрагироваться от соревновательной составляющей и в полной мере насытить эту встречу с любителями бега сюрпризами, подарками и положительными эмоциями. В итоге желающих выйти на старт оказалось даже больше, чем предполагали организаторы. Почти 250 бегунов-любителей от мала до велика приняли участие в празднике здоровья. Начинали, как и полагается, спортсменам с разминки. Уже на этом этапе настроение достигло нужной точки, и таким отличным оно оставалось у всех присутствующих. Затем символический старт соревнований, запуск воздушных шаров. Самые маленькие участники до 7 лет преодолевали дистанцию в 100 метров. Впрочем, в будущем можно смело увеличивать расстояние как минимум вдвое. Малыши легко и очень быстро добрались к финишу. Здесь каждого без исключения ждала памятная медаль и сладкий приз. Ну а на дистанцию 400 метров приглашались участники постарше, от 7 до 11 лет. К слову, праздник задумывался непременно семейного формата. И сами участники подчеркивали, что бегать всей семьей – это и полезно, и очень весело. К тому же это лучший пример, какой только могут подать своим детям родители. Мой отец бегает, и я с него взял пример, начал бегать. Мне нравится бегать, потому что это хорошо, я могу быть здоровым, крепким, но сильным, выносливым. Например, отжимаюсь, делаю пресс, спину делаю, иногда на турнике подтягиваюсь. Не заразиться хорошим настроением здесь было просто невозможно, и желание присоединиться возрастало с каждым забегом все сильнее. Организатором стало общественное объединение «Ранфуфан», которое в свои ряды призывает всех желающих, чтобы бегать с удовольствием. Каждое воскресенье мы собираемся, бегаем, агитируем людей, чтобы они больше как отказывались от вредных привычек, чтобы пропагандируем вот такой вид отдыха активного. Мы не гонимся за результатами, у нас это все в удовольствие, поэтому и название клуба такое – «Бег в удовольствие». Пожалуй, именно идея бежать не на результат, а в удовольствие и стала лейтмотивом праздника. Во взрослом забеге на 4 километра 300 метров участие приняли и настоящие профессионалы, и просто любители бега. Однако победа здесь не была принципиальной ни для кого. Главное – преодолеть дистанцию, преодолеть себя и финишировать с непременным ощущением полного удовлетворения от своего результата. «Бег – самый общедоступный вид спорта. Бег, ходьба, быстро – это здоровье. Чем мы больше двигаемся, тем мы больше живем. И прогулки, и бег на свежем воздухе дают заряд бодрости для человека на целый день. Поверьте мне, походил, пробежался, лучше себя чувствуешь. Лучше себя чувствуешь, у тебя лучшее настроение для твоей семьи и для твоих коллег на работе». Ну а поскольку забег состоялся накануне православной Пасхи, то почти стихийно получилось так, что многие участники пришли на праздник с куличами, чтобы передать их тем, кто одинок и обездолен, чтобы поддержать этих людей в такой светлый и важный день. «Во-первых, хороший день, хорошая погода, хорошее мероприятие, хороший праздник, повод. Мы пришли с праздничными куличами пасхальными для благотворительной организации». Просто бегом праздник, разумеется, не закончился. После финиша участники еще долго не расходились. Культурно-развлекательная программа и лотерея с призами стали приятным дополнением. Недовольных на празднике не было. А это, как пообещали организаторы, дает надежду на то, что такие забеги станут доброй и полезной традицией гродненцев. Иоланта Будила, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+. 11 апреля на сцене Гродненского областного драматического театра состоится сольный концерт ансамбля «Белые розы». Не пропустите яркое, красочное и незабываемое шоу в исполнении именитого ансамбля. Уникальный шанс для тех, кто хочет приобщиться к миру IT. 21 апреля впервые в Гродно состоится ежегодная региональная конференция для начинающих айтишников. Мероприятие пройдет в формате живого общения со специалистами в сфере высоких технологий и авторитетными спикерами. Как войти в перспективную профессию, продвигать карьеру в IT-сфере, истории успеха сотрудников без IT-образования и бизнес-анализ. Это и многое другое можно будет узнать, став участником конференции, которая пройдет 21 апреля с 10 до 16.00 по адресу город Гродно, улица Горького, 1, дроп-3. Мероприятие бесплатное, зарегистрироваться для участия можно на сайте www.openeet.by Организаторы конференции – Парк высоких технологий и Образовательный центр Парка высоких технологий. И в завершении выпуска информация от нашего партнера МТС. Компания МТС приглашает написать тотальный диктант вместе с близкими. В этом году он пройдет 14 апреля. Его можно написать за одной партой с мамой и папой, бабушкой и дедушкой. Тотальный диктант начнется в 14.00. Участники будут писать его по тексту современной писательницы Гузельи Яхиной. Поучаствовать в акции может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. Регистрация бесплатная, она уже открыта и продлится по 14 апреля. Тексты участников акции проверят профессиональные филологи. Свою оценку можно будет узнать на сайте проекта в личном кабинете через несколько дней. Отличников ждут дипломы и сувениры от МТС. Всего в этом году акция пройдет в тысячах городов мира. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-33-04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова